ДАЧНЫХ ПЛЮСАХ Кроме звездного неба, чистого воздуха есть целые поляны цветов, птичье пение, запах скошенной травы. А где еще вы можете попробовать себя в роли агронома, строителя, повара, скульптора и дизайнера сразу? Так что здравствуй, лето! Здравствуй, дача! Сегодня мы отправляемся с вами в Кипарисово, товарищество Дальневосточный садовод. Заглянем на разные участки, чтобы узнать, где растет самый большой ревень, как из него приготовить голубцы, как навести порядок возле пожарного водоема и как превратить в арт-объект старую сливу, колодезный сруб или чугунную ванну. Дизайнерскими секретами с нами поделится Ирина Милошевич. У нее мы решили спросить, чего на даче должно быть больше – цветов или помидоров? И сколько цветов нужно сажать? Я не знаю, мне кажется, должно быть многое, потому что не одни помидоры, огурцы едим, цветы радуют. И я стараюсь садить цветы и многолетние, но многолетние ничем хороши. Вот сначала цветут тюльпаны, потом начинают цвести ирисы. Они сменяют друг друга, у них цветение не длительное, но зато они радуют, они то один, то другой. А однолетние цветы я тоже много сажу, это та же петуния, львиный зев, он очень красив. Флоксы – это все очень красивое, они цветут до самых морозов. Чем хороша дача, что на даче можно экспериментировать, делать, что хочешь. Вот заброшенной старой ванны я решила сделать небольшой водоемчик. Сейчас она немножко реставрируется, нальется водичкой, будет там фонтан. Хоть какое-то движение воды радует. И когда водичка журчит, очень приятно, особенно вечерком или в такую жаркую погоду. Мы включаем, она с подсветкой, вечером подсветочка. Мы любим около костра посидеть в мангале, жгем дрова, когда холодные вечера наши. Ну и еще решила сделать небольшой водопадик. На той части огорода уже выкопали водоемчик. И сейчас будем, сейчас отсадим помидоры и будем заниматься водопадом. Уж собрал с внуком декоративный колодец. Он у нас стоял давно, предназначен был для водоема, для колодца. Мы подумали, что он там не будет сотреться, решили его сделать, поставить здесь. Я думаю, так выигрышно получилось. Он как селитер тут стоит, вокруг него все растения. Еще осталось крышу, декоративные элементы, колесо деревянное, потом перекладинка с сыпью. Ну, я думаю, цветы на нем будут стоять. Все равно, ну, по моему мнению, он смотрится здесь, именно здесь. Поэтому решили сюда поставить. Здесь у нас растет слива. Мы когда купили дом, она была старой, такая большая-большая, густая. Муж ее выстрек, и получилась она такой чашей. Сливы здесь есть, да, собираем. Но она до того старая, что лечить уже ее нет смысла. Но все равно мы вешаем на ней фонари вечером, она очень красиво горит. И всем она нравится. Вешаем на ней цветы, она больше у нас как пока для антуража. Ну, когда вырастут молоденькие сливы, я думаю, что мы ее спилим. Не только цветы я выращиваю, я выращиваю все. Сажу помидоры, огурцы. У меня теплица. Рассаду я выращиваю сама. Начинаю дома, потом сажу теплицу. Есть небольшой парничок. Я сажу порей. Немногие дачники его садят, но мы его очень любим. И сажу его немало. Там почти целую по сто штук. Все так удивляются, куда ты столько садишь. Мне очень это все нравится, все мы это кушаем. Сажу арбузы. Арбузы вот такие вырастают, есть фотографии. То есть такие, какие я посажу. Если сорт большой, то вырастают большие. Естественно, вот сейчас буду делать лунки специальные, закрывать их. И потом они, ну, порадуют. И кукурузу я сажу обязательно. Ну, почему я сажу? Потому что есть возможность. Я еще один участок арендовала соседский, был заброшен. Мы его вычистили. И там я сажу картошку. Я очень люблю тыкву. У меня очень хорошая тыква. Мы ее всю зиму почти едим сортовая. Два сорта сажу. И люблю очень экспериментировать. Вот с помидорами я сажу 30 сортов, чтобы посмотреть, какой выбрать. В этом году взяла армянский огурец. Вот сейчас рассада. И муж делает не опоры, да? Высажу, посмотрим. Муж встает утром, говорит, пойду по родине. Похожу, посмотрю, где что выросло. Так и ходим по родине. Помидоры еще, ну, частично высажены. Еще осталось досадить. Но остальное, конечно, раздам по соседям. И вот сейчас следом за помидорами порей отсюда на грядку переместится. Это он сейчас такой неблаговидный, непонятный. А потом вырастет вот такой. Порей у меня, конечно, отменный. Порей, ой, он вкусный. Он просто вкусный и полезный. У него выходит продукция, да? Сам порей вырастает большой. И он больше любого репчатого лупка по весу. И то есть его используя, он долго хранится. Он также хранится до весны. Он также семенами сеется. Такой черная чернушечка продается порей. И стараюсь, естественно, я все почти что овощи выбираю такие интересные. Раннего срока созревания, чтобы не был поздний. Потому что у нас вегетационный период короткий. И не все успевает созреть. Я его дома сею в горшочке. Он потом сходит. Потом я в теплице пикирую. Когда буду высаживать, я на один треть обрежу. И каждый посажу. И постепенно буду его засыпать. Вот эта белая часть от белина, она будет увеличиваться. Естественно, его там подкармливать. И под ним делают питательную подушку, с которой он будет питаться. Ну, в принципе, он как бы не капризный. Сеинка сейчас очень дорогая. Нет смысла. Я научилась с чернушки, который лук сладких сортов. Он вырастает за сезон. Очень удачно. Доголовки? Он сразу с черненькой точечки. Вон у меня он стоит лишнего много. В тенечке сейчас срезала. Он вырастает такие же головки полноценные. А у нас, я все время думаю, почему у китайцев такой дешевый лук. Как лук же растет три года. Посадить чернушку. Потом вырастить сеинка. Сеинку посеешь, вырастет головка. С головки ты садишь на семена. То есть три года. Лук не может дешевым быть. А у них дешевый, потому что они выращивают семечки за сезон. Базилик. Базилик у меня разный. Очень красивый. И такой шапка. И разных цветов, разных вкусов. И он и карамельный всякий бывает. В общем, сколько есть сил. Я не знаю. Все просто удивляются. Куда столько садить. А мне все интересно. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Хочу напомнить, что вышел свежий номер журнала. В нем есть материалы про цветы, про помидоры и про пруды. А мы с вами продолжаем экскурсию по СНТ «Дальневосточный садовод». Отправился к пожарному водоему. И несмотря на то, что этот пруд общественный, 10 лет назад у него появился настоящий хозяин. Это Николай Егорович Максимов. Да, взял шефство, потому что люди отдыхают с детьми. Рыбачат дети. И просто отдыхают. А когда он был неприглядный, решил я его немного облагородить, почистить. И вот сейчас каждый раз я ухаживаю за этим озером. По весне у берегов дальше я не могу взять этими граблями. Листья выгребаю со дна и убираю, и почищаю мусор. Все это потихонечку убираю, чтобы приятно было. Как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И постоянно дети, когда играют, я им говорю, дети, не бросайте здесь ничего, они все, дедушка, хорошо. И вот так вот порядочек более-менее нормальный мы поддерживаем. Нахожу время там и здесь. Ну, короче, целый день кручусь-верчусь. Вот так. Огурцы, помидоры, кабачки, тыква. Ну, так всего понемногу. Ну, и, как говорится, хватает. Жена закатывает. В водоеме в основном здесь озерушки и бычки. Ну, они вот эти вот озерные, есть бычки черненькие такие. И озерушечки маленькие. Карасики есть, но они редко попадают. Но с удочкой можно посидеть? С удочкой, да. Дети, взрослые, но раз приходят с детьми, удочки забрасывают. Много не поймают, ну, так. Немножечко там кошечки покормить. А вы сами бываете с удочкой сидели? Я с удочкой здесь раньше сидел, а у меня сейчас внук. Ну, понимаете, некогда с удочкой сидеть. Если ухаживать за озером, а когда рыбачить? Некогда. И дома себе на огороде надо работать, и ухаживать за озером. Как говорится, движение – наша жизнь. Кто больше двигается, тот дольше живет. Вы вообще здесь все лето живете? Да, все лето. Вот мы где-то с конца марта заезжаем, всадим раннюю картошку, вот под агротекс. И до глубокой осени здесь. И потом уже по осени, когда весь урожай убираем, и уже холода наступает, мы сворачиваемся и уезжаем в Владивосток. Полгода в Владивостоке, полгода здесь. А здесь природа. И вот так вот мы здесь живем, считайте, около 10 лет. И вот в труде, в труде постоянно трудимся, отдыхать некогда. Не ругаете его? Ведь много работы и на собственной даче, да? А тут какие-то общественные, неоплачиваемые вообще работы. Нет, вы знаете, я не ругаю, потому что он любит чистоту. Вот он и дома у себя там уже будет что-то делать, мусор там подметать, все. Поэтому он говорит, я не могу терпеть вот такое ныряшество. И вот он все сам вот делает, тут рядышком мы. Ну, рано стою, рано утром стою. Мы же здесь практически полгода. Вот в этом году выехали 17 апреля, вот, и уже к концу октября уедем только. А так все время здесь. Не тянет город? Нет. Вот вы знаете, вот что не тянет, то не тянет. Что там делать в 4-х годах? Здесь воздух, дышишь, да. Здесь мы на воздухе. Что-то делаем. Время быстро летит и очень даже хорошо. И молодеет. Вы смотрите самую дачную программу. Это телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Нашим читателям я напоминаю, что в почтовых отделениях, киосках прессы и садовых магазинах можно приобрести свежий номер журнала. Сегодня мы говорим о разных плюсах и преимуществах дачного отдыха. Иностранцы не понимают, зачем многие россияне после рабочей недели устраивают себе вместо отдыха еще два ударных дня на дачных грядках. И правда, зачем мы это делаем? Об этом мы рассуждали вместе с одной из дачниц СНТ дальневосточный садовод Натальей Лучиной. А иностранцы? Ну, пускай приезжают, послушают утром птиц, как они поют, послушают, посмотрят, какой воздух сегодня хороший, разноцветят, цвет цветет, пахнет, аромат, ну просто воздух можно пить. Пускай приезжают и тогда будут знать, что это такое. Сначала мы пять дней работаем на работе, а потом два дня на даче. На даче растут огурцы, помидоры, картофель, сладкий перец, горький перец, ну, я не знаю, тыквы, всю морковку, лук, чеснок и цветы главные. Ну, спирея серая, грядшейм, еще называют ее невестой. Вот она цветла неделю назад, вообще было просто белое облако. Она у меня пять лет, ну и вот два года вот так цветет обильно, красиво. Водосбор, флоксы первые появились, тоже красиво. Даже вот фиалочки дикие, ну просто красота. Разбитое сердце. Не помню, где кто-то, кто-то подарил, посадил, а вот растет и растет, и еще там, вон, тоже куст растет под рябиной, сам уже сеется. Меняемся, кому-то я даю, кто-то мне дает цветы, и обмен идет вот такой натуральный, поэтому у меня растет, пускай у кого-то другого растет тоже. Хризантема у меня растет, я просто осенью посадила ее в Кашпове-то, отвезла домой, круглый год она у меня была на балконе закрытая, потом набрала цвет и зацвела. Я ее привезла, вот она цветет уже месяц. То, что банки закрутить, конечно. У меня дети, сестра, естественно, хочется и салат какой-то, и огурцы, и помидоры сделать, и отвезти, угостить, и подругу одну, вторую. Ну и отдохнуть, и релакс очень даже хороший, не всегда работаешь. Вот в такую жару, естественно, никто не работает, все где-то что-то отдыхают. Для меня дача больше отдых. Если есть, да, закручу, сделаю. Нет, ну, купим на базаре, в конце концов. Отдыхать тоже надо. Дальневосточный садовод Где на участке Виктории Третьяк растет просто гигантский ревень, и мы решили, что должны вам его показать. Ну, ревень, он вообще, конечно, крупный, но у вас он какой-то эксклюзивный. Это вот откуда такой ревень? Вы знаете, мне его подарила моя тетя. Живет она в поселке Моряк-Рыволов Ольгинского района. Дом находится в 50 метрах от моря. И вот у нее растет вот такой ревень. Причем, что интересно, что только у нее вот в округе как бы поменьше все. А у меня я его садила в нескольких местах, но вырос только здесь. И ему здесь очень нравится. Получается, что он больше, наверное, любит полутень. Солнышко и полутень. И вот у меня вот такой красавец растет. Только органическое удобрение, никакой химии. Я готовлю варенье. Можно добавить немножко апельсина, будет апельсиновое. Добавить немножечко лимона, может быть лимонного, с лимонным вкусом. Многие делают голубцы. Да с него вообще очень много. Кисель можно варить. Все, что угодно. Очень вкусно получается. А по весне, когда вот еще пока нету ни ягоды, ничего, ревень выручает. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». В сотый раз повторюсь, что наше любимое занятие – ходить в гости. А если в гостях нам предлагают попробовать что-нибудь вкусное, мы никогда не отказываемся. У нас даже походная ложка всегда с собой. Хотя для голубцов, которые специально для нас приготовила председателя СНТ Елена Лушина, даже наша ложечка чуть маловато. Наше любимое одно самое блюдо – голубцы. Но поскольку июнь месяц – это еще такой месяц, где капусты нет, мы нашли выход из положения. У нас есть ревень. Ревень – кормилец, поилец и развлекалец всего. Единственный нюанс – ревень надо сорвать заранее, чтобы лист немножко привял. Иначе из тугого листа – это не капуста, голубцы не завернешь. Черешки мы обрезаем, с черешков мы сварим потом компот. Вот. Это мы тоже умеем. И кисель, и варенье – это все можно сделать из черешков. Дело в том, что голубец из ревеня, лист тоненький, он быстро сгорит. И нужно, чтобы мы что? Подготовили все заранее. Вся начиночка должна быть уже готовая. То есть рис отварен, и вся мяска, морковочка, лучок, все, что мы кладем в голубцы, как правило, все это должно быть в готовом виде. Мясо уже практически готово. Мы берем сейчас рис. Выкладываем. Выкладываем сюда поджарочку нашу. И добавили сырое яйцо. Сырое яйцо помыли предварительно. Разбили. Вот это яйцо нам будет держать фарш. Ну, такой большой лист мы, конечно, режем. Вот. Вырезаем центральную жилку обязательно, потому что она нам все испортит. И крутим кулечек. Душку надо было, конечно, другую, но это тоже хорошо. Все так же заворачиваем. Заправляем все вниз красивенько. И вот такие вот голубцы выкладываем. Не пугайтесь, видите, листа вроде много. Лист же тонкий. Он запечется. Прям голубцы. Вот такие душевные. Вот. Ну, можно сделать маленькие повозиться, малюсенькие. Но тут чем хорошо, вот дети, когда были маленькие, берет голубец и побежал с ним гулять. Понесли в духовку. Кто-то из великих сказал, чтобы все успеть, надо встать на час раньше, и тогда в сутках будет 25 часов. Можно два варианта. Можно потом еще раз в духовку, кто любит с запеченной румяной коркой. А можно на тарелку и уже кушать. Если бы вы знали, что еще может приготовить Елена Лушина. Кстати, вы можете прочитать об этом в свежем номере журнала на странице 64. На этом наша встреча подошла к концу. Читайте журнал и готовьте настоящие дачные обеды. Ставьте большие дачные рекорды и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok